Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Здравствуйте. В эфире первого городского проект места происшествия. В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Занесло на повороте. Стали известны подробности смертельного ДТП в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Я ее пытался разбудить, чтобы мы легли спать. Ну, она рисовала диван. Так еще обматерила меня. Ногами, ножом и кирпичом. Кирпичи зачем взяли? Ну, свая была. Что она никак молчать не хотела. И оскорбления продолжались. Следственный комитет завершил расследование дела на беременную женщину, которая до смерти избила свою знакомую. Выбил стекла. На улице Сурикова водитель автомобиля с камерой протаранил нарушительно на иномарке. Стали известны подробности смертельного ДТП в селе Кстинино Кирово-Чепецкого района. Об этой трагедии в рубрике «Сводка происшествий». Напомним, ДТП в Кстинино с участием «Жигулей» произошло почти там же, что и авария пятидневной давности. 28 ноября Митсубиси Лансер врезался в грузовик «Зил». Водители пассажирной марки получили травмы. В среду по схожей схеме произошла еще одна трагедия с двумя погибшими. Водитель автомашины ВАЗ-2105, двигаясь из города Кирова, по предварительной информации не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-2107. В результате водитель, а также женщина-пассажирка «семерки» погибли на месте. Их тела удалось извлечь спустя несколько часов при помощи специнструмента. Ко всему прочему, в этой аварии получили травмы водители-пассажиры «пятерки». Их госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Герцена столкнулись два отечественных автомобиля – 99-я и «Лада Приора». По данным ГИБДД, водитель первого авто хотел повернуть налево, но не уступил дорогу другому ВАЗу и врезался в него. От удара Приора наехало на дерево. По предварительной информации, в этом ДТП травмы получил водитель хэтчбека. На улице Воровского женщина-водитель BMW X3 двигалась задним ходом и врезалась в другую иномарку Renault Sandero. Затем наехала на женщину, которая выходила из хэтчбека. Пострадавшую не госпитализировали. В среду на седьмом километре трассы «Фаленки» Киров водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Помимо сотрудников ДПС, на место аварии пришлось выезжать сотрудникам МЧС. Они помогли отключить аккумулятор и поставить авто на колеса. По данным ГИБДД, в этом происшествии никто не пострадал. Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет завершил расследование дела на беременную женщину, которая до смерти избила свою знакомую. По данным следствия, погибшая бродяга Тамара заночевала на диване обвиняемой Александры Кричко. Исправила там малую нужду. За такой поступок 29-летняя женщина избила потерпевшую ногами, ножом, а затем и кирпичом. Я ее пыталась разбудить, чтобы мы легли спать. Она высовала диван. Так еще и обматерила меня. 29-летняя Александра была на втором месяце беременности. В тот вечер девушка вместе с другом Игорем вернулась домой в заброшенный дом и обнаружила на своей кровати бомжа Тамару. По словам обвиняемой, она нанесла потерпевшей около 20 ударов ногами по телу и голове. Затем сходила за ножом и ударила женщину по затылку. Потом схватила с печки кирпич. А кирпичи зачем взяли? Ну, свая была. Она никак молчать не хотела. И оскорбления продолжались. И для чего вы взяли кирпич? Чтобы я так и хотела. И стукнула по голове, чтобы она уже верили спать, ушла. И все-таки встала и ушла. Поняла, что происходит. Но в полицию о преступлении Александра сообщать не стала. Оперативники сами нашли заброшенный дом. Кинолога с собакой на место происшествия привели следы сожителя обвиняемой Игоря, который в день убийства совершил грабеж. Свою вину Александра признала полностью. Беременность стала смягчающим обстоятельством. Надо сказать, что это будет уже третий ребенок у обвиняемой. В отношении двух других детей она лишена родительских прав. Также известно, что Кричко ранее была судима по аналогичной статье. Но в том случае потерпевший выжил. В данный момент уголовное дело рассматривается в суде. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Вагин. Место происшествия. Впереди у нас короткая реклама. Не переключайтесь. И вот, что вы увидите после нее. Алименты сыну и дочери. В Кирове судебные приставы разыскивают горе отца Евгения Басалаева. Слезами горе не поможешь. В автотранспортном переулке сотрудники ДПС задержали пьяного водителя Порш Каен. Резкое перестроение. На улице Производственной камера зафиксировала, как водитель Тойоты спровоцировал ДТП. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Двоих злостных алиментщиков разыскивают судебные приставы Сергея Рябова и Евгения Басалаева. Подробности в рубрике «Внимание. Розыск». Рябов Сергей Александрович, 81-го года рождения. Не платит алименты своей 7-летней дочери. Сумма долга более 500 тысяч рублей. Басалаев Евгений Вениаминович, 79-го года рождения, уроженец Мурашинского района. Не платит алименты своим детям, 8-летней дочери и 9-летнему сыну. Сумма долга 543 тысячи рублей. Может проживать на территории Кирова. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть. По телефону 48-99-05 или по телефону доверия судебных приставов 38-18-04. Сделал неправильный выбор пьяный водитель Porsche Cayenne на улице Блюхера. Мужчина в гостях у друга выпил спиртного, а в конце посиделок вызвал такси. Однако, когда машина с шашечками подъехала, автолюбитель сел не в нее, а в свое авто. Как оказалось, зря. Уже через минуту его заметил наряд ДПС. Подробности задержания узнавал Сергей Пичугин. Сотрудники ДПС хотели жезлом остановить водителя Porsche, но тот перед ними развернулся и поехал в другую сторону. Иномарку пришлось догонять. Водитель не останавливался, и инспекторы повторили свое требование. После долгих раздумий водитель все же остановился и, судя по всему, был крайне опечален встрече с инспекторами. Настолько расстроился, что на глазах выступили слезы. Водитель, от которого пахло спиртно, им отказывался показывать документы, выходить из машины и общаться с инспекторами. Его предупредили об ответственности за неповиновение полицейским. Автолюбитель обещал показать все документы, но в то же время просил инспекторов его отпустить. Если верить водителю Алексею, он выпил с другом. Перед тем, как отправиться домой, он вызвал такси, а потом посчитал, что якобы может управлять машиной сам. Ведь со слов задержанного до дома ехать всего ничего пару кварталов. Водитель повторил попытку и прибор показал цифры, превышающие допустимую норму. Со своим нарушением Алексей согласился, но далее он хотел договориться уже не с инспекторами, а с журналистом. Водителю очень не хотелось, чтобы его увидели в таком виде. На Алексея составили административный материал, а его машину пришлось эвакуировать. Мужчина пообещал, что эта ситуация станет ему хорошим уроком и в нетрезвом состоянии он за руль больше никогда не сядет. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия. На улице Сурикова водитель автомобиля с камерой протаранил нарушителя на иномарке. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Сурикова водитель иномарки решил внезапно развернуться и остался без боковых стекол. Автор видео был в шоке. Как можно было не заметить встречный автомобиль. В итоге участникам инцидента, скорее всего, пришлось вызывать сотрудников ДПС. На улице Производственной водитель «Тойоты» после неудачного опережения фургона резко перестроился направо. Судя по видео, Лихач явно не учел погодные и дорожные условия. Возможно, летом водитель автомобиля с камерой и успел бы остановиться, но зимой тормозной путь гораздо длиннее. На улице Упита водитель автомобиля с регистратором во дворе едва не сбил школьников. Подростки резко выбежали на дорогу. На съемке видно, двое успели перебежать, а третий вовремя остановился. Школьникам и их родителям стоит напомнить, чтобы избежать трагедии, даже во дворах нужно внимательно переходить дорогу. На улице Милицейской девушка, водитель Калины, явно забыла правила дорожного движения и могла сбить пешехода. На улице Пролетарской камера зафиксировала, как водитель черного Митсубиси нагло поехал против одностороннего движения. За такой маневр нарушителю грозит лишение прав. На улице Ленина водитель троллейбуса решил не дожидаться разрешающего сигнала светофора направо и проехал перекресток. На улице Мира у дома номер 6 владелец регистратора наблюдал любопытную картину. В ларек фрукты и овощи неизвестный мужчина на 12-й выгружал крупную партию спиртосодержащей жидкости. Так называемые шкалики и фуфырики в этом ларьке продают давно. Причем сама эта алкоточка, по словам автора видео, находится на территории жилого дома неправомерно. Жильцы полгода назад проголосовали против нее, но до сих пор предприниматель продолжает торговать и, судя по всему, не только фруктами. Михаил Вагин. Место происшествия. Берегите себя и своих близких. До встречи.